Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает всемирный центр в Нейнуах из города Героев Ушалаева в широком мегаполисном смысле этого слова. И у нас сегодня уже третья Ниссана 5781 года. Я напомню вам, что мы говорим, продолжаем Рамбома, и мы с вами говорили последние занятия по Рамбома, мы говорили о критериях, по какому критерию определяется пророк, вернее, что такое пророчество, каковы его функции, определение и так далее. И выяснили с вами, что то, что мы доверяем пророкам, которые были после Муше, только потому, что Муше оставил нам критерии их проверки. А почему мы верим Муше? Потому что мы проверили Муше у горы Синай, и это было национальным пророчеством, то есть не какая-то группа людей, группа товарищей, а весь народ, как сказал Рамбом, наши уши слышали, а не других. наши, мы там были, а не другие. И поэтому сейчас Рамбом объяснит нам, каким образом, какие критерии, какие определения есть у пророка. То есть человек приходит и заявляет, что он пророк. Верим мы ему, не верим, на основании чего? Все эти вещи, они чрезвычайно важны и чрезвычайно нам принципиальны. Я только хочу сказать одну важную вещь, которую упомянул Натан в самом начале нашего обсуждения. Он сказал очень правильную вещь. Зачем мы обсуждаем там Муше и пророков, которые были тысячи лет назад? Меня сейчас интересует то, что сейчас Всевышний говорит. Я с этим полностью согласен, и только поэтому мы изучаем эту тему. Нас не интересует археология, какие пророки были и когда. Нас интересует, каковы критерии пророчества. Если мы поймем, какие критерии, какие есть условия и так далее, мы тогда сможем, наверное, вернуть это в той или иной мере или постараться вернуть пророчество. И тогда действительно будет очень здорово, если Всевышний нам через своих пророков рассказывает, что и как он думает по поводу сегодня. Всех интересуют какие-то вещи, которые, или вопросы, которые стоят перед человеком сегодня. А у нас, как, знаете, у Жванецкого, у нас очень много накопилось вопросов. Очень много накопилось вопросов за последние две с половиной тысячи лет, с тех пор, как последний пророк Малахи прекратил свою деятельность. Ну, после этих всех предисловий мы с вами давайте займемся Рамбомом. Пишет Рамбом, если кого-то интересует девятая глава, основы закона Торы, Ильход Иссудея Тора. Говорит, простая и ясная и четкая вещь. И четкая вещь в Торе – это митцва, заповедь, которая навечно, что никогда не будет изменения в Торе. То есть все время, пока наш мир существует, то есть до скончания нашей истории, наших миров, нашего мира, нельзя не прибавлять, не убавлять. И понятно, что он приводит несколько доказательств. Тора, например, в книге Дворим сказано, что это вечный закон для ваших поколений, не на небесах она и так далее. То есть, что он хочет Рамбом сказать, причем здесь пророчества и эти вещи, в том, что пророк не может прийти и добавить заповедь. То есть он не может прийти и сказать, ребята, вы знаете, Тора – это здорово, но давайте что-нибудь там… Ашем сказал, что нужно что-то убрать, а что-то прибавить. Вот в таком случае мы его не слушаем, потому что пророчество Муше, которое мы проверили, его пророчество самое-самое такое, он нам сказал, что этого не будет. Вы скажете, ну, так ведь на протяжении многих поколений мудрецы Израиля добавляли свои заповеди, так называемые дарабана, то есть заповеди мудрецов, установления и прочие вещи. Это да, это да. Это Сан-Ядрин, уполномоченный орган, имеет право добавлять всякого рода правила, установления, ограды и прочие вещи. И даже праздники такие, как Ханука и Пурим, или, например, День независимости и так далее. Но здесь имеется в виду, что никто не утверждает, что это заповеди из Тора. Никто не говорит, что праздновать Пурим – это заповедь из Тора. Нет. Может быть, в Торе есть намек на Пурим, это да. Да, но установление, само конкретное, реальное установление, установление мудрецов, у них есть такие полномочия, но это не говорит о том, что в Торе, в самой Торе есть какая-то новая заповедь или что-то убавляется. Поэтому, говорит Рамбом, если встанет человек, муж, значит, встанет, появится общественная фигура или из Израиля, или из народов мира, но неважно, еврей, не еврей, и сделает знаки и чудеса, и скажет, что Ашем послал его добавить митцву или убрать митцву, или объяснить одну из митцву Торы новым объяснением, которое мы не слышали от Муше, или он скажет, что эти заповеди, которые были заповеданы Израилю, они уже закончились, и они не навсегда, а только были временными. Это определенно лже-пророк, потому что он пришел отрицать и отрицает пророчество Муше. И, между прочим, это работа небезопасная. То есть, в принципе, лже-пророку полагает смертная казнь, потому что он злоумыслил говорить от имени Ашем, потому что он не приказывал, потому что Тора, которую дал нам Муше, она никогда не отменится. Если он пришел отменять Тору, или говорит, что она была временной, или говорит, что она вообще больше не действует, подобные вещи. Мы видели эти вещи в истории, мы знаем точно, что это ложь, и Ашем нас испытывает, и он приводит еще одну цитату из книги Дворим, что этот Уран нам и нашим сыновьям навечно. И не человек Всевышний, Эль, одной земел Всевышнего, и солжок. То есть, если Творец Всевышний сказал что-то, то это не меняется, это вечно. Если он сказал, что это навечно, навечно. Если он сказал, что это временно, временно. Но если он сказал навечно, например, мы видим с вами, сколько раз и в Торе, и в Танахе несчислимое количество раз упоминается, говорится и показывается, что Всевышний никогда не изменит свой союз с Израилем, что он вечный и так далее, и так далее. Просто невероятное количество таких мест. И поэтому, если придет какой-нибудь товарищ или гражданин, и будет утверждать, что союз с Израилем больше не существует, отменен, был временно, мы знаем, что это ложь. Если так, говорит Рамбом, то почему сказано в Торе, пророка я поставлю тебе из среды твоих братьев, как ты, то есть это Всевышний говорит Мушек, как ты, и я дам слова свои в его уста, и будет говорить вам все, что я прикажу. Для чего? То есть Рама спрашивает. Окей, если ты говоришь, что нельзя ни отменить, ни добавить в Торе ничего, тогда зачем же посылать пророков? Какова их функция? На это Рамбом отвечает не для того, чтобы создать какую-то новую религию, а только для того, чтобы еще раз приказать или указать, или усилить слова Торы и предупредить народ, чтобы они не уходили с Тор. То есть Рамбом говорит, что все пророки пришли не для того, чтобы добавить что-то к Торе или убавить. Нет, они все пришли для того, чтобы вернуть народ на путь Торы. Вы ушли, вернитесь. Вы приступили, исправьтесь. То есть все это только для того, чтобы вернуть народ к Торе, который вы получили через Мушек. И здесь очень характерно, он приводит слова Малахи. Мы с вами говорили, Малахи – последний пророк в нашей истории. И посмотрите, каким образом он заканчивает свои слова. Последние слова, по крайней мере, последние слова, записанные в книгу. Посмотрите, книгу Малахи, она очень небольшая, пророк Второго Храма, последний по времени. Что он говорит? Малахи говорит следующую фразу, это в третьей главе, 22-й посуд. «Помните Тору Мушек моего раба». То есть Ашем через Малахи, через последнего пророка говорит, ребята, я вас прошу и умоляю, помните Тору Мушек раба моего. То есть все это, все эти пророки существуют, существовали и будут существовать не для того, по крайней мере, те, которые были, не для того, чтобы что-то прибавить, убавить и изменить Тору, а для того, чтобы укрепить Тору, вернуть народ к ней и так далее. То есть они все ученики Мушек и его продолжатели. Вот что хочет сказать Рамбол. И что еще? Обратите внимание, есть еще не только предупредить и сказать людям, соблюдайте Тору, есть дополнительные функции у пророка, посмотрите, что говорит Рамба. И также, если он нам прикажет, кто? Пророк. Что-нибудь, что не касается заповеди, например, если он скажет нам, идите в такое-то место, Ашем сказал идите в такое-то место или не ходите в такое-то место или выйдите на войну или не выходите на войну или построите стену или не стройте ее. Тогда заповедь слушайте его. То есть здесь речь не идет о какой-то заповеди Истор, которую он придумывает или убирает. Нет, он просто говорит, ребята, вот Ашем сказал, чтобы у вас не было неприятностей, пожалуйста, на эту войну не выходите. Я вам приведу пример. Когда разделил царство Израиля на Иуду и Израиль, то царь Иуды, сын Шломо, между прочим, звали его Рахавам, он решил пойти войной на северные колена и вернуть себе общее царство. И тогда Ашем поставил ему пророка, я не помню, упоминаете там его имя или нет, в этом случае я не помню. И он ему говорит так, сказал Ашем, не поднимайтесь с него, но ваши братья. И хорошо, неправильно это, потому что я разделил это царство. Вот такие вещи, если пророк придет и скажет, то, конечно, мы его в этом плане слушаемся. Но если он, и поэтому, если мы не послушаемся его в этих вещах, которые являются его прерогативой, Ашем потом с нас спросит, это верно. А, кстати, я сейчас хочу сделать некое предубеждение заранее, потому что чуть дальше, мы это, надеюсь, сегодня все успеем, чуть дальше Рам вам говорит о том, какие есть критерии, как мы проверяем этого пророка, когда мы должны его слушать, когда нет. И также пророк, который нарушил свои слова, например, он сказал что-то, что нельзя делать, например, мы видим тоже в книге Белохим пророка, который сказал, что Ашему запретил пить и есть в Бейтеле и возвращаться той же дорогой. А потом он по разным причинам, под влиянием людей нарушил собственный запрет Азефа. Для этого он понес ответственность. Или, например, тот, кто не хочет, пророк, который не хочет передавать то пророчество, которое ему дали для других. Сказали, например, это случай, похожий с пророком Ионы. И там можно говорить про нюансы, потому что он не знал еще точно, какое пророчество. Но, в принципе, отказ пророка идти и говорить там жителям Нинвэ так-то и так-то, в этом есть проблема, поскольку он нарушает свою функцию. И за это он несет ответственность. Насчет Иона я хочу в защиту его сказать, что когда он убежал, не в Нинвэ, он убежал, а в Яфу, то это еще додалко получил пророчество. То есть, Ашем ему сказал, иди в Нинвэ, но еще не сказал, что ему сказать. Так что в этом плане у него там было некое облегчение. Ну, вот это пример того, как пророк может не захотеть по разным причинам передавать свое пророчество, оставить его как бы для себя. И также, если скажет нам пророк, о котором нам известно, то есть мы проверили, доказали, что он пророк, нарушить одну из заповедей сказанных Торик или многие заповеди, будь то легкие запреты или строгие запреты, временно, тогда мы обязаны его слушаться. То есть, если придет пророк и скажет, ребята, Ашем сказал, если, кстати, повторяю, если мы знаем, что это настоящий пророк, мы его проверили, но с этим уже нет вопросов. И он говорит, ребята, Ашем сказал временно в этот день, сегодня, в такой-то час отменить такой-то запрет из Торы, то мы его должны слушать. Мы его должны слушать, потому что он говорит это временно. И также мы учили из первых поколений мудрецов, то есть учеников пророков, во всем, что сказал тебе пророк нарушить запреты Торы, как Ильяу на горе Кармель, слушай его, кроме идолопокворства. Здесь я хочу объяснить, что он имеет в виду рабов. Гора Кармель – это место, где пророк Ильяу, как рассказано в книге Мелохим, собрал народ для того, чтобы победить пророка Баала. Он устроил с ними соревнования, это отдельная история, не будем углубляться. И Ильяу сказал, давайте построим жертвенник для Ашем на горе Кармель. Это просто явно лобовое фронтальное нарушение запрета Торы. Тора запрещает приносить жертвы где-либо, кроме храма, и там в храме есть храмовые дворы, и там есть жертвенник, и нам, евреям, нельзя приносить жертвы нигде в другом месте. А в это время уже существовал храм, построенный царем Шломовым. И вдруг Ильяу говорит, ребята, собирайтесь на Кармеле и будем приносить жертвы ваши. Если бы он сказал, что это вещь постоянная, то есть с этого момента и дальше мы опять будем приносить жертвы где попало, как это было в определенные времена и легитимно, пока храма не было, окей. Тогда мы его не слушаем. Не окей, наоборот. Если он говорит, ребята, теперь это отменяется запрет, не-не-не-не-не. Но если ты говоришь, что временно это отменяется, окей, мы тебя принимаем. Мы тебя принимаем, и поэтому если пророк известный нам, повторяю, утвержденный, проверенный, не просто пришел какой-то товарищ с улицы и сказал, я пророк, извините. Но если мы знаем, проверяли и так далее, и он утвержден и проверен, мы ему верим и говорим, да, действительно, мы сделаем то-то и то-то временно. И поэтому, действительно, мы послушали тогда пророка Илья, вот собрались на горе Корнея, на горе Корнея приносили жертву, он там победил жрецов Баля, и все было здорово. Но даже в этом плане, если пророк придет и скажет, даже временно, вот это я очень хочу подчеркнуть, даже временно, если он скажет нарушить запрет идолопоклонства, то есть он скажет, ребята, служите тому-то, служите тому-то, временно. И еще, может быть, скажет, от имени Всевышнего, да, придет такой и сказал, так, сказал Ашем, принесите жертву, я не знаю, там, Луне, Солнцу, дяде Васе или ему самому. Нет, вот такого не может быть. То есть, если пророк, даже временно, говорит, ребята, давайте сделаем небольшую воду за руку, временно в данном конкретном месте, в данный конкретный момент, и так сказала Ашема, я говорю, не-не-не-не, тут ты врешь, дяденька, потому что этого быть не может. Есть у нас традиция от первых пророков и от Муше, что во всем мы слушаем пророков, если они настоящие, и даже если они временно отменяют какие-то запреты, тоже мы их слушаем, но с одним, но очень важным исключением, Абуда, Зара и Луопат. Тут никаких компромиссов, и поэтому, если такой, даже повторяю, если он известный пророк и признанный, и он такую вещь нам предложит, то мы с ним будем разбираться, или, по крайней мере, ему положено суровое, я бы сказал, революционно-воспитательное наказание, потому что здесь красная черта. Но Илья у Барухашем был настоящим пророком, он сказал, ребята, приносим жертву Ашем на горе Кармель, временно, временно слушайте. Я вот как раз вот здесь и объяснил. И если бы спросили Илья у Вейдра, мы сказали, слушай, неужели мы вырвем всю эту митсву из торок, ведь написано в книге «Дворим», чтобы ты не поднимал своих жертв на всяком месте, которую видишь, как ты нам предлагаешь отменить вообще запрет приносения жертв в любом месте? Нет. Он бы сказал, нет. Понятно, что эта вещь сурово запрещена, но сейчас, временно, сегодня мы это сделаем для того, чтобы побороть жрецов Баря. Я надеюсь, что это ясно. То есть, если он отменяет какие-то запреты, то мы его слушаем, кроме… Но если он скажет, что это постоянно нельзя, а уж если он скажет, даже временно служит какой-то Абадезаре, включая любые предметы, любые силы, любого человека, включая себя, нет. Это тотально красная черта. Сейчас мы с вами увидим чуть дальше критерий проверки его. А, еще одна вещь, говорит, Рамбам, которая запрещена пророку, это то, чтобы он вмешивался и устанавливал Аллаху. Он говорит, вот, например, мудрецы спорят, и один так считает, один так. Приходит пророк и говорит, так сказал Ашем, Аллаха, как такой-то. Нет. Это ему нельзя. То есть, если пророк является одним из членов Сан-Ядрина, и как один из членов Сан-Ядрина высказывает свое мнение и голосует, нет проблемы. Но если он в качестве пророка приходит и вмешивается в решение Сан-Ядрина в качестве какой-то Аллахи, нет. Это ему нельзя. Аллаха – это вещь, которая дается Сан-Ядрину. Они там решают, смотрят, голосуют. Как большинство проголосовало, так и сделали. И поэтому пророку в это вмешиваться нельзя. В это вмешиваться нельзя. И даже если он приведет там любые знамения и так далее, потому что Тунанин и Безуси. То есть, человек, обратите внимание, как Рамбам подчеркивает через каждую строчку, что чудеса не являются никаким убедительным доказательством. И вы помните, я вам еще раз хочу подчеркнуть. Рамбам говорит, а как же вот, когда Муше был в Египте, Муше был в Египте, и Ашему дал вот эти чудеса с посохами и крокодилами. А с этого, говорит Рамбам, это была вещь временная. Вещь временная. И по этому поводу Муше сразу сказал. Из-за этого, согласно Рамбам, Муше и не хотел никуда идти. Не пойду, и они мне не поверят. А почему не поверят? Да потому что вот все эти фокусы с посохами и змеями и крокодилами, они могут быть доказательством того, что он пророк, и что он освободитель Израиля. Нет. И тогда Ашему сказал, окей, на горе Синай, когда ты будешь выводить, выяснится, что ты, выяснится истинность твоей миссии и твоего пророчества. Так оно и случилось. Да, мы знаем. А вы спросите, а для чего тогда все эти были посохи и крокодилы? А для того, чтобы воздействовать на воображение сынов Израиля, которые были погружены в египетскую ментальность. А в Египте вот эти вещи на тот момент считались убедительными. Приходит человек, делает вот такие фокусы, за ним идут. Но понятно, говорит Рамбам, это не может быть никаким доказательством. Поэтому какие бы здесь фокусы-фокусы он бы не придумал и не сделал, это ничего не доказывает. И это даже не является, он не имеет права вмешиваться в спор мудрецов, Аллаха так или этак, потому что это не дело пророка. Если он один из мудрецов сидит с ними и высказывает свое мнение, пожалуйста. Но не в качестве пророка, туда ты не вмешиваешься, как сказано, не на небесах она. Не на небесах, тура, устная тура, дана мудрецам Израиля, они решают Аллаха так или этак. Это не дело пророка. И еще раз он говорит, смотри, когда мы слушаем пророка, чтобы он отменил временный запрет, это если это не касается идолопоклонства. Но если это касается идолопоклонства, то приведи он любые чудеса и знамения и все что угодно. И даже если он сказал, не, не, ребята, только время, только сейчас. Нет, нет, это мы точно не слушаем. И об этом Ашем нас предупредил. И он приводит источник, книга Дворим, 13 главе. Посмотрите, придет он человек, сделает ему фокусы-покусы. Или тот, кто великой, ясновидящий. Знайте, что это ложь. Ашем вам не посылал его, потому что этот человек говорит служить кому-либо, кроме Ашем. Неважно кому или неважно чему. Потому что он отрицает пророчество в уши. И поэтому мы знаем точно, что он уже пророк. И то, что он сделал, сделал колдовство. И поэтому ему полагается смертная казнь за эти дела. Теперь давайте возьмем 10 главу и посмотрим более подробно, какие критерии проверки. Каждый пророк, который встанет у нас, то есть будет в будущем, и скажет, что Ашем его послал, он не должен делать никаких знамений и чудес, как Мошер Абе, или как Илья, или как Илиша, помните там? Или я вон на горе Кармель огонь спускал и так далее. Нет, не надо ничего этого. Что в этом есть какое-то изменение природы. Нет, от этого ничего ему не требуется. А что мы от него требуем в качестве проверки? Он должен точно нам сказать, предсказать точно какое-либо событие, которое произойдет в ближайшем будущем, и должен сделать это с абсолютной точностью. Например, если он говорит, ребята, чтобы такое придумать, не страшно, послезавтра, послезавтра в 12.30, послезавтра в 12.30, я не знаю, будет что-нибудь такое. Солнце остановится, окей? И оно будет стоять в своем месте до 16.30. Нечто вроде того, что было у Евушона. Окей. Ждем. Наступает послезавтра. Солнце останавливается в 12.30, продолжает в 16.30. Окей. Мы говорим, да, ты это условие выполнил. Но если солнце остановилось в 17.15, а потом пошло в 17.20, оно остановилось в 13.15, а пошло в 17.20, то есть он ошибся. 40-50 минут в этом примерно, мы знаем точно, что это ложь. Почему? Потому что он это делает своими фокусами магически, потому что гадалки, маги и прочие, они всегда, они делают вещи, которые далеко не всегда точны. А пророчество, если он настоящий пророк, оно должно быть абсолютно точным. Например, Муше сказал, помните сынам Израиля, что Ашем сказал, в полночь я выхожу в Египет. В полночь. В полночь, смотри, понятно там, 10 минут сюда, 15 минут сюда, в полночь понятие растяжимое. Но это не может быть утро, например. Так и здесь. Мы говорим, ты давай нам точно говори. Или, допустим, он предскажет, что я не знаю. Не буду предсказывать какие-то страшные вещи, но они должны быть точны. Точны. И причем мы испытываем не один раз. Поэтому, если придет человек, обратите внимание, еще до того, если человек придет, человек, который подходит к тому, чтобы быть пророком, в служении Ашем. То есть, прежде всего, вот эта вещь, которую мы часто забываем, еще до проверок, человек, который претендует на пророчество, это должен быть человек, знаток Торы, известный своей праведностью, известный своей моральной чистотой и абсолютной незапятностью, как говорят на английском, spotless, то есть без пятнышка. Никто ни о нем ничего плохого не знал и не слышал, и слухов о нем никогда не ходило, нехороший. Этот человек известен своей мудростью, праведностью и глубиной. Вот такой человек, естественно, повторяю, моральные качества на полной высоте, такой человек, если придет, мы будем его проверять. Но если придет с улицы, я не знаю, дядя, не будем никого обижать, назовем, я не знаю, дядя, дядя Джон, и сказал, ребята, вы знаете, сегодня утром я получил пророчество. Мы говорим, слушай, дядя Джон, ты хороший парень, иди, иди, иди работай, иди, зарабатывай деньги, содержи свое сию, не морочь там голову. Почему? Потому что ты просто человек с улицы. Пророк не может быть просто так вот вдруг взялся, идет около киоска, и вдруг пророчество. Нет, этот человек должен быть в глазах общества очень известен и подходящим для этого. Понимаете? И если такой человек говорит, что получил пророчество, будем его проверять. А если дядя Джон с улицы пришел, ну как пришел, так и идите, 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 и не морочите голову. Поэтому если придет вот такой человек, который всем этим параметрам отвечает, и он пришел не для того, чтобы добавить или убрать что-нибудь, быть в Торе, или к заповеди Маше, к заповеди Торе, мы ему не говорим, слушай, давай нам Красное море раскрывай на две части, или оживляй мертвых, и подобные вещи. Ничего этого мы от него не требуем. А мы ему говорим, если ты пророк, скажи нам точно вещи, которые будут в будущем. И он говорит, и мы ждем, чтобы они в точности явились. А если они не осуществились, и даже в мелочах он что-то не был точен, мы точно знаем, что он пророк, и уже прав. И если пришли все его эти предсказания в точности, знаем, что он верный, и проверяем его много раз, понимаете? То есть не один раз, а много раз, значит, не два, и не три, а много раз, и каждый раз он абсолютно точно предсказывает события, причем не какие-то события, знаете, через 20 лет солнце погасит. Не-не, ты нам сейчас скажи. И если все его действительно вещи верные, значит, он настоящий пророк, как сказано про Шмуэля, и узнал весь Израиль, от Даны и до Бершевы, что он верный пророк, что Шмуэль верный пророк для Ашебы. А на это Рамбов сам себе задает вопрос, но ведь и всякие гадалки, и волшебники, и гадатели, знаете, они же тоже предсказывают будущее, и какая разница между пророком и между... А, говорит, все эти маги, волшебники, гадалки и прочая нечисть, они не всегда не точны. Часть из их предсказаний предсказывается, осуществляется, а часть нет. А часть нет. Это то, что сказал по поводу пророк Ишайяру. Про вот этих людей, которые гадают по небу, знаете, все эти астрологи и звезды. И пусть они точно предскажут, что будет. А Ашем всегда говорит точно. И поэтому, если пророк, он пророк, а ему Ашем сказал, он не гадалка, он говорит, ребята, завтра будет так-то и так-то. Это же не то, что он выдумал или там как-то понял. Нет, ему сказали, он передает информацию. А Абушев, он выдумал все эти казни. Это они думали, что Абушев делает казнь. А Ашем делал казнь. А Ашем делал казнь. А Абушев говорит, что завтра будет так-то и так-то. Откуда он взялся? Не от себя? От Всевышнего говорит. И поэтому пророков мы слушаем. А они вот эти все эти маги, гадалки, волшебники и прочая нечисть, они что-то в чем-то правы, в чем-то неправы. Надо сказать, что сегодня существует некое жалкое, жалкое, жалкое подобие вот этих вот товарищей из Танаха, которые называются астрологами. Это совершенно беспроигрышная лотерея. И когда читаешь эти предсказания астрологов, так здорово построены. В таком месяце у вас есть опасность такая, но есть возможности такие. Если вы используете, будет так, а если не используете, будет так. То есть такого рода предсказания не придерешься. Они абсолютно неопровержимы, как и недоказуемы. И всегда можно уйти от ответа. Нет, ты скажи конкретные вещи. Конкретные вещи он, конечно, знать не может. А пророк, все его слова точно осуществляются. Как сказал Муше, не пойдет ни слова Ашем на землю, то есть не осуществится. Если Ашем сказал это пророчество, нет вопроса, оно обязательно сбудется. И поэтому пророк, который с тобой, это в книге, это он цитирует Ермияу, пророк, у которого есть сон, то есть пророческий, расскажет сон, у которого есть слово мое, расскажет слово мое правды. То есть что общего между соломой и пшеницей? Это Ермияу, там, посмотрите, хотите, в 23 главе, когда он полемизирует уже пророками, то именно вот на этом он их там и разоблачает. На том, что должно быть абсолютное сходство и есть еще одна вещь, которую сейчас мы с вами увидим. И это обещало нам Тора, что все вещи, которые сообщают вот эти гадалки, волшебники и прочее, и они лгу, пророк, он расскажет обязательно правду. И поэтому вы, сыны Израиля, не нуждаетесь вот в этих волшебниках, гадалках и прочее. И поэтому не найдется у тебя проводящий сына своего и дочь свою через огонь, да, это служение Молеху. Потому что народы это делают так-то и так-то. Там уже предупредит книги Дуарин, 18 глава. А я тебе поставлю пророка из среды своей, из братьев твоей. То есть не слушайте всех этих там. На что это ответ? Люди могут сказать, а мы хотим узнать ближайшее будущее, что делать или как. А они говорят, слушайте пророка, он спросит Ашем, что вы идете к этим магам волшебникам. Конечно, идти к магам волшебникам гораздо легче, потому что это не требует никакого морального совершенства. А к пророку придешь, он скажет, ребята, вы не заслужили, чтобы Ашем с вами разговаривал. Вы шубуетесь, исправляетесь, а потом Ашем будет с вами разговаривать. Поэтому люди предпочитают всякого рода гадания на копейной гуще. И поэтому пророк, который будет у нас в истории, и он сообщает нам вот эти вещи в точности. Это голод, например, он приводит примеры сытости, голод, война и мироподобные вещи. И даже не только это, даже он может заниматься потребностями отдельного индивидуума. И он приводит здесь пример Шауля. Помните, Шауль искал ослиц, и Шмуль ему сказал, ослицы твои нашлись. То есть это тоже функция пророка. Или призывать народ соблюдать Тору, или же иногда даже разрешает нарушить временно какой-то запрет Тору промедлопоклонства, или же даже предсказывает иногда будущие события. Но понятно, что... А и, кстати, занимаются даже мелкими вещами бытовыми, вот твоя слица нашлись, но ни в коем случае пророки не приходят для того, чтобы создавать какие-то новые религии, добавлять или убавлять заповеди историю. Теперь рамам висит нам еще одну важную вещь, очень важный критерий, что есть разница между пророчеством, которое обещает позитивные вещи, и между пророчеством, которое обещает негативные вещи. Смотрите, слова несчастья, то есть катастроф, которые говорит пророк, например, он сказал, такой-то умрет, или в таком-то году будет голод, или война, и подобные вещи. Если они не осуществились, это не отрицание его пророчества. И мы не говорим вот, видишь, эта вещь не осуществилась. Почему? Потому что Всевышний, он милосерден, и он отменяет зло. Потому что, может быть, они сделали чуву, и им простили, как жителям Нинвэ, или отложили, как Хискияу. Что имеется в виду? Помните, Ашем посылает Йону Нинвэ, Йону говорит через 40 дней, Нинвэ перевернется, а они как взяли и чуванулись, и Ашем пожалел их и отменил. То есть, плохие пророчества, они говорятся не для того, чтобы они осуществились, а чтобы люди сделали чуву, и они не осуществились. А у Хискияу, например, ему было сказано, что он умрет, у него была болезнь смертельная, пришел ему Ишаяу сказал ему об этом, Хискияу сделал чуву, молился, там плакал, посмотрите в книге Малахин, И Ашем добавил ему 15 лет жизни. А это нормально. То есть, если негативные предсказания не сбываются, пророчества, это не означает, что пророк он уже пророк. Ничего подобного. Потому что для этого то он и работает, пророк. Чтобы люди взяли чуву, он же не прогноз погоды. А вот если он хорошую вещь обещал и сказал, что будет так-то и так-то, и эта хорошая вещь не осуществилась. Например, он сказал, ребята, как это было во времена Иеремияу, был некий лжевой пророк, который сказал, вавилонцы, вавилонская ига упадет и инструменты храма вернутся в Иерусалю. На это ему Иеремияу сказал, смотри, эти слова твои будут проверены, и они не осуществились. К сожалению, дай-то Бог, чтобы он был прав. Но они не осуществились, и стало ясно, что тот товарищ уже прав. И поэтому, даже если эти вещи условны, все равно они осуществлятся. То есть, если Ашнел обещал что-то хорошее, то они обязательно сбудутся, поэтому именно на хороших пророчествах и проверяется пророк. Это очень важно. То есть, если пророк предсказывает плохое событие, и оно не произошло, вполне возможно, они тшуванулись. А вот хорошее и не произошло, это проблема для него. И это то, что Иеремияу, пожалуйста, сказал в ответе своем ханане бен-азу. Когда Иеремияу пророчествовал плохие вещи, что будет разрушение, все, сдавайте с вавилонцем. А ханане говорил хорошие вещи. Он ему сказал смотри, ханане, если мои слова не осуществятся, в этом нет доказательства, что я уже пророк. Потому что я говорю плохие вещи, может быть, народ шуванется. И Ашнел передумает. Но если твои слова не осуществятся, всем будет ясно, что ты уже пророк. Поэтому он сказал ему, слушай эти слова. И они не осуществились, к сожалению. То есть, вавилонцы вавилонская ига не рухнула и инструменты не вернулись. Потом все это было уже во время персов. Теперь пророк, который свидетельствовал о другом пророке, что он пророк, это уже он уже находится в категории, что мы ему доверяем, что это настоящий пророк. И он уже не нужно его расследовать с доказательством, потому что Муше, например, сказал, свидетельствовал нам, что Яушу он пророк. И мы его не испытывали. И верили ему весь Израиль и не требовали от него проверки. То есть, если пророк говорит, ребята, вот у меня есть ученик или просто товарищ, Муше говорит, Яушу он пророк, слушайте. Он не нуждается в проверке, потому что Муше мы проверяли. То есть, если проверенный утвержденный пророк говорит про другого, что он пророк, мы ему и относится к этому товарищу как легитимному пророку. Итак, на все поколения. Пророк, слова которого осуществились и были проверены много раз. и он ведет себя по путям пророчества. То есть, если мы проверили человека и со всех сторон, и его интеллектуальные, моральные, и проверяли, то есть, он уже стопроцентный. После этого уже нельзя его подозревать, что, может быть, он лже-пророк. И нельзя его испытывать уже больше, чем надо. Испытали несколько раз, видим, все точно совпало. Моральный облик потрясающий, знание Торы, праведность. Ну, короче, полное соответствие всей традиции. Окей, мы ему верим и мы не можем всю жизнь до конца проверять и проверять. Применили те критерии, которые Мошеннам передал. Окей, он в эти критерии подпадает, подпадает. Нет, нет. Потому что, когда он говорит, Всевышнего все время испытывали, есть ли Ашем в нашей среде или нет. Помните, когда Мошей был еще. А ведь уже они проверили Мошей, уже знали, что есть пророк в его среде, что Ашем его пророк. То что же вы все время испытываете, как пустыня? Вот это вот испытывать бесконечно нельзя. Проверили Мошей, выяснили все и узнали, что пророк он в вашей среде. Вот мы с вами сегодня эту тему, тему пророчества и его критериев. Я думаю, что мы завершили. Дальше у Рамбова начинается новая большая тема. И, естественно, мы оставим это на потом, после Песоха. А теперь ваши вопросы, как всегда. Плохо слышу. Плохо. Плохо. Во, сейчас хорошо. Хорошо. У меня вот такой вопрос. Не было ли еще какой-то причины, когда Ильях перенес жертвоприношение на гору кормы? Может быть, связано с тем, что нежелательно было бы сквернить храм этими плясками идолопоклонническими, которые жрецы исполняли? То есть, вот для этого? Вполне возможно, да. То есть, у Ильявы были свои причины это делать, чтобы побороть. Вы правы. Для того, чтобы устроить соревнования между жрецами Баалей и самими собой. Понятно, что такие вещи он не мог делать в Иерусалиме в храме. Более того, не забывайте, что все это происходило в Царстве Израиля с северным, которые к храмам не были связаны вообще в то время. Понятно, есть причины, но у него были причины, но если бы он пришел и сказал нам, ребята, мы теперь всегда приносим жертвы на Кармель или где Ивана, мы бы его не послушали. А временно, да, есть у него причины. И Ашем ему сказал, и седрогому. А вот еще по пророку Малахи, третья глава, 22-й пасук, это говорится уже о времени перед приходом Машаха, да? Когда он говорит, да, 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 но это очень в общем плане, понимаете, то есть из слов Малахи очень трудно понять детали и подробности, но безусловно, он говорит, смотрите, вот Ашем посылаю пророку, и говорит, слушайте, помните Тору-Муше, то есть у вас будут еще пророки, Илья-Яу и так далее, но не забывайте, что все это проверяется критериями Тору-Муше. Если, да, просто из чего заключает нам дальше, говорится, вот я посылаю вам Ильяху-Пророка, да, то есть они как бы связаны получается, да, а Ильяху приходит уже перед приходом Машаха, обращает там сердца сынков, сердцов, то есть это... Подробности этих вещей они нам не ясны, но примерно да, примерно да, но то, что здесь нам важно, это то, что какие бы события ни происходили, Малахи подчеркивает, ребята, помните то же, а это последний пророк, последнее право, то есть это очень принципиально и важно, чтобы показать, что пророки Израиля, все, включая Илья-Малахи, приходили для того, чтобы заменить Тору, или отменить, или прибавить, или убавить, а чтобы вернуть народ к Торе. Понятно, спасибо. Почему спрашиваю по Малахи, потому что я, как сказать, отстал давненько от православного христианства, и иногда приходится разговаривать с такими людьми. Они там говорят, вот, новую заповедь мы вам даем, ну понятно, новая заповедь, это Тора, будет вложена в сердца, все. И они говорят, новую заповедь, а сами дальше не читают. То есть вырывают, как обычно, из контекста все и толкуют по-своему. Вот такая вот ерунда происходит. Ну вот поэтому совершенно верно. Совершенно верно. Это вы имеете в виду, Ирмияу, 31 главу. Есть у нас еще вопросы? Да? Равзион, это я, Юра Чубка от имени Елены Чубка. А у меня вопрос, а можно ли установить последовательность, как будет происходить возрождение пророчества, построение третьего храма и приход Маиши? Что зачем? Это Рамбом пишет в законах Маиши, он говорит, смотри, все эти вещи, неизвестно, как происходит, порядок, доживем увидеть. И не стоит. Мы знаем вещи, перед нами стоят задачи, понимаете? И мы должны стремиться эти задачи выполнить. Есть митцва построить бетоникдаш, есть митцва создать сенерины и так далее. Работаем над этим, есть митцва свой, и рацисвайд. Как и что и произойдет, я думаю, что чем больше мы думаем о том, как все это должно произойти, тем меньше мы участвуем в этом, понимаете? То есть иногда такое впечатление, что люди, вместо того, чтобы играть на поле, они предпочитают роль комментатора. Понимаете? Мне кажется, что комментаторами, может быть, будут наши потомки. Вот пусть они комментируют нашу жизнь. А мы живем для того, чтобы эти вещи реализовать. Я себя комментатором точно не считаю. Комментатором жизни. Есть люди, комментаторы жизни. Все объясняют, только сами ничего не делают. Давно мы не слышали на Тадо. Мне как-то... Может я это... Дело в том, что есть... Я беру ваш перевод и нашел одно место, где говорится о пророчестве. 18 глава книги Дворим, 18 стих. Очень запоминающий. Пророка поставлю среди братьев твоих. Ты там слова моего устаивай и будешь говорить все, что я прикажу ему. То есть это единственный критерий, который говорит Моше, когда говорит о пророке. То есть пророк должен быть из среды сынов Исраэль. По поводу того, что исполнение точности, в какой срок и так далее, вот эти вещи это называется как прорисательство или как-то по-другому. Я, например, вижу, что многие пророки, которые я читаю в Танахе, они же не... У них нету... Они не доказывают свое пророк... То, что они пророки, они же не доказывают тем, что сбылось какое-то их прорицание. Вот. Поэтому получается, что пророком должен быть... И вы тоже являетесь пророком. И я являюсь пророком, потому что если мы говорим от имени вечного, то мы и пользуемся в качестве аргумента в Торе, то мы являемся, в общем-то, проводниками того, что учит Всевышний. Это просто... Например, да. Ну вот, я думаю, что слишком уж у Ромба слишком уж такое, ну, я бы сказал, ну, расширенное или, может быть, наоборот, узкое понятие пророчества. Пророчество мы уже говорили. Определение пророчества это когда Творец разговаривает человек. Со мной он не разговаривал. Может, с вами разговаривал. Со мной не разговаривал. Со мной он разговаривал. Он не сказал пару слов. Но по поводу того, что, например, я слышу с ваших уст, у вас все время вы тысячу раз сказали о Шиме, один раз сказали такую маленькую фразу. Дай Бог, чтобы это не это. Я сразу понимаю, что под словом Бог это русское божество. У меня сразу пунктик срабатывает. Ага, но это не касается именно Ашем. Я понимаю, что вы его не любите. Но иногда просто ничего не понимаю. В чем вопрос? Можете формулировать просто? Кратко и просто. В качестве критики имя русского божества не говорит. Слово Бог только в нарицательном отрицательном смысле. и все. А, это у вас замечание. Окей. Да, да, да. Окей. Ну, вы же сами есть у нас еще. Вы сами не любите это. Но иногда проскальзывает. Окей. Есть еще у нас замечание, предложение. Кто? Натал, может быть, кто-то написал, а я не вижу. Шалом, добрые люди, всем шалом. Окей. Тогда мы с вами остановимся здесь. Я напоминаю, что желающие могут участвовать в нашем зуме сегодня в 9 часов. Окей. времени, а здесь прервемся. Если можно, маленький вопрос. Просто я дал как бы всем. Может быть, Робейну объяснит, может быть, как бы, наверное, все остальные поняли, я не очень понял. Какой смысл изучения гетериев Рамбама проверки пророка? Прошло 900 лет, насколько я понимаю. Рамбам жил в 12 веке, правильно? Наверное, он как бы считал, что вот очень скоро придет пророк и возвратится пророчество. Очень важно, чтобы люди как бы поняли, какой правильный пророк, какой неправильный пророк. А какое-то имеет отношение к нам. Как бы, по-моему, все, что было сказано, это ну, либо академическое занятие по Рамбаму. То есть, как бы, что, вот, понять диссертацию, люди пишут по Рамбаму. А как бы, ты же сам как бы сказал, идея какая? Мы играем на футбольном поле. У нормального человека, который живет, у еврея, в Найнох, вообще евреи, не евреи. По жизни куча ситуаций, когда совершенно непонятно, что делать надо. Выходить на демонстрацию, не выходить на демонстрацию, голосовать за партию, не голосовать за партию, поддерживать власть, не поддерживать власть, бомбить иран, не бомбить иран, начинать войну, не начинать войну. Ну, а при чем здесь, как бы, ну, давай будем сидеть. Можно ли сформулировать вопрос ясным, простым образом? Ясный вопрос, зачем, зачем нужно это учение? Оно не является ли оно сублимацией действительности? Просто люди будут сидеть, ждать и думать, Кафиона пророк, либо нет. Отвечаю. Извините, перебью. У меня вопрос. Секундочку, я задал вопрос. Рего, я хочу ответить на то. Одну секунду, хорошо, по очереди. Окей, окей. На то, но я отвечаю, что в самом начале вы говорили об этом. Я даже упоминал твое имя, и сказал, что все это нам нужно не для изучения археологии, а для того, чтобы возобновить пророчество и знать, какими критериями пользоваться. И ты абсолютно прав. Рабам, мы это знаем точно, что Рабам ожидал возобновления пророчества в его время. И не получилось. Но у нас гораздо больше шансов. То есть, мы хотим возобновления пророчества. Если бы мы не хотели возобновления пророчества, то действительно, какой смысл изучать? Нас не интересует прошлое, которое не ведет в будущее. По-видимому, вся история еврейская, особенно последние 200 лет, 100 лет, она показывает, что Всевышний ждет от нас действий. В 70-х годах в России было непонятно, угонять самолет либо нет. Была кучка людей, которые угнали, а потом миллион выехал. Почему? Потому что кто-то принял такое решение без всякого пророчества. Пророчество нужно не для того, чтобы человек ничего не делал, а сидел у телевизора. пророчество нужно было для того, чтобы точно знать, что Ашем думает сейчас. А как это точно узнать? Непонятно. За какую панель сейчас пророку? А вот пророки для этого и нужны. Совершенно верно. Так сказал Ашем, например, пошли на войну, воды нет. Цари приходят к Илиже, говорят, слушай, спроси, что делать. А Ашем отвечает, я вам там дам воду, идите туда, делайте. На эту войну выходите, на эту войну выходите. Согласитесь, что это неплохо, да? Я бы, например, не отказался от такого рода... Я бы тоже не отказался. Евреи сидели, ждали пророчества, сдали это, пришли немцы, сожгли 6 миллионов. Для того, чтобы вернуться в РЦСР, нужно ждать пророка. А для того, чтобы бомбить Иран, нужно ждать пророчества? Лё. А для того, чтобы голосовать за правильную партию, нужно пророчество? За правильную партию. Мне это нравится. Есть вещи, которые человек, которые являются ответственностью функции человека. Но, если мы не знаем, в каком направлении вообще идти... Вот вопрос, в каком направлении по Рамбаму. По Рамбаму за какую партию голосовать? Вот сейчас будут выборы. Я спросил у Рамбама. Подожди, ну ты же специалист по пророчеству. Я тебя спросил, за какую партию мне голосовать сейчас? Слушай, давай дадим человеку, который хотел задать вопрос. Пожалуйста. Шалом всем присутствуем. У меня такой вопрос, как бы... Ну да, вопрос. Получается, критерия у Рамбама определенные критерии идут. Также, апеллируя к исламу, получается, начал к иудаизму, получается, что пророчество закончилось в конце второго храма, в начале периода второго храма. Критерии, определенные должны характеристики иметь человек, который цендует на пророчество и определить его, что он пророк, не пророк. И если выступающий был вопрос задававший, замечания делающий, если сейчас кто-то объявляет себя пророком, то, грубо говоря, он шизофреник. Если мудрецы постановили, что пророчество закончилось, тогда никакого пророчества пока нету. если пророчество может существовать, то тогда Мухаммад мир ему, тогда он тоже пророк получается. Я вам объясню, почему. Потому что ислам отрицает Тору. Понимаете? И поэтому мы не можем этого принять. Мы не можем принять того, что Тора подделана евреями и так далее. Они не утверждают, что она подделана. Они заявляют, что она искажена, что оригинальный Торы, та, которая Синая, у них, то есть в юдаизме не существует, либо потерян ковчег завета, его нету. То есть найти не могут. Спрятан, не спрятан, но по факту они его не могут предъявить, значит у них нету. То же самое говорят христиане, что храм разрушен, значит от них бог отвернулся, он к нам повернулся. Дискуссия такая получается. Поэтому я и привел все, что рамбом говорит, чтобы у нас были четкие критерии, по которым можем определить. На 100% согласен с рамбомом. Я этот вопрос очень досконально интересовался и включал девятый пункт по корочеству веры. Там четко и ясно все говорится. Не знаю, кто как с точки зрения теологии христианской тоже не читался, и с исламской также. Глубоко ее знаю. Ответ мне ясен. Просто окружающие такие вопросы задают, но не совсем корректные выражения. Спасибо за ответ. Окей. Хорошо, друзья, остановимся здесь и желающие в 9 часов могут присоединиться. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Живите богат. Всем счастливо. До свидания. Пока. к... Продолжение следует...